Всем привет, друзья мои, привет из улочного мерсина, спортсменки Светлана Ата. Сегодня я не пошла на море после йоги, заснула, была медитация. И всё-таки так душа хотелось выйти погулять, ведь я давно не гуляла вдоль набережной. И сейчас вот собралась, взяла книгу, у меня такие планы. Кофе я дома выпила, я хочу пройтись чуть-чуть и потом сесть в теньке. Взяла полотенечко, может полежу и расслабиться, почитать книжку. У меня такое желание. Я вчера закончила 10 рисунков своих по шаманскому дождю, по нейрографике. Так что вот такие вот у меня планы. Жарко, тепло, жарко очень, что могу сказать, красота. Ну, короче говоря, пошла я гулять и покажу вам, если что, будет интересно, естественно, как же я без вас. А сейчас я слушаю книгу Свияша. Свияша такой психолог. Вот аудиокнигу, слушаю её. Не могу развиваться надо всё время. Вот так чистенько, так классно. Море сегодня обалденное. Давайте подойдём, потому что я иду по этой дорожке пешеходной. Я так соскучилась по вам. Вчера вечером хотела записать вам видео и забыла. Наверное, про анализы вам должна сказать. Я уже не помню. Ай, ну, потом сяду с вами, поболтаю. Жизнь полна неожиданностей каждый день. Благодарю Вселенную и Бога за то, что происходит со мной. Сейчас в это время, в 9 часов, только избранные... А, вон идут, я буду возвращаться по той аллее. Вот прямо душа хотела сегодня пройтись. Кстати, у меня опять холестерин поднялся, когда я начала добавлять в еду конфеты. Хлеб я, правда, не ем. Что же я такое наела? Ну, я не знаю, я в шоке. У меня было 184, сейчас у меня 210 на 30 единиц поднялось. А остальное все в порядке. Ну, я немножко перебрала с орешками, с этим. Ничего. Приведу себе норму свой холестерин. Но, кстати, и у Ашкыма улучшились показания. Хотя он не на строгой диете. Вы сами видели, как я его кормлю. Конечно, ему много чего не нравится, но ест молча. Особенно он, уже ему, наверное, тошнит от кабачкового супа. И когда я вчера спросила врача, от чего у меня повысилось, он говорит, она же ест только от кабачка. Надо тебе его изъять из твоего питания. Ой, комик у меня муж. Море сегодня, видите, какое холоросое. Море с Надей так и не встретилась, потому что я пока немножко простыла, да, и не хочу осложнений. Поэтому надо воздержаться от переохлаждений. И пока без моря. Как-то так. Но любой человек найдет себе развлечение, найдет дело, найдет приятное занятие. Тем более, вот в таком красивом месте. Ну все, мои хорошие, пошла я. Приводит в порядок лумбы. Написано Мерси. Вуюк. Вуюк. Шехир, кажется. Это лидии. Такие вот они. Видите, как смотрят за городом. Сажают клумбы. Привели в порядок этот. Красота такая, боже мой. Красота, красотища. Это тоже какие-то интересные цветочки. Раньше, знаете, что первый год, когда я приехала только сюда, я их всех воровала. И к себе на балкон сажала. Будет такая примета, если ты своруешь цветок, то он у тебя вырос. А эта какая красивая, да? Ну и, наверное, будет ухаживать за ней. Красотища. Да, красотища. Заслушавшись книгу, я почти подошла к Марине. Надо возвращаться, потому что у меня цель сесть, отдохнуть, почитать. Может, даже йогу сделаю на улице. Вот ищу место. Уже смотрю, скоро десять. Не знаю, как мне быть. Надо сейчас перейти. Вот так и пойду. Прямо пойду. И буду возвращаться по этой стороне. Потому что я хочу найти место под деревом и расслабиться. Почитать книжку. Посмотрите, где я сижу. Сейчас буду получать удовольствие от жизни, мои дорогие. Боже, какой кайф. Там, смотрю, поливают фонтанчики. Прядом со мной тоже сели девушки. Водичка возле меня. Сейчас буду читать книжечку. Так что все хорошо, друзья мои. Аж кемчик мой спит. Я его не беспокою, не тревожу, потому что он сейчас после прививочного. Такой процесс у него после. Пока я здесь вот расположилась, думаю, что это так шумно. Видите, как пикник устраивают люди. Погода замечательная. Вот так вот дома подготовят все. И отдыхают люди на воздухе. Такая прекрасная погода, такое прекрасное место. Вот так проходят пикники. Но мне не захотелось кушать. Ну вот, мои хорошие. Почитала. Сейчас надо идти домой. Наверное, Эндер уже проснулся. Надо ему готовить завтрак. Вот сзади меня сидят прекрасные люди. Они предложили мне присоединиться к ним, позавтракать. Настолько люди такие в Турции. Добрые, отзывчивые. Вот я, да, сижу просто себе с собой занимаюсь. Вся погрузилась в себя. Вот они смотрят, что я одна. И предложили мне чай попить и присоединиться покушать. Молодцы. Вот они позавтракали. Дети занимаются, играются. Здесь вообще прекрасно. Конечно, машина, когда есть машина. Можно везде поехать и притащить. И всё. А таскать эту еду в пакетах и в сумках нереально для моего мужа. Я бы притащила. Но он немножко по-другому думает, смотрит на жизнь. Поэтому не будет таскать это всё. Так это надо и нести, и стулья. Вообще, в принципе, и постелить на пол можно полежать. Прекрасное место возле нас прямо. Но я сегодня получила огромное удовольствие. Мне так хотелось выйти. Море морем, да. Ну вот я немножко простудилась из-за моря. Надо себе до понедельника поберечь. Обалденно. Отдых у меня сегодня. Даже чуть-чуть йогой позанималась. Вот думаю, как бы с утра начать просыпаться, чтобы утром приходить сюда и делать йогу. Потому что я просыпаюсь, иду с закрытыми глазами, сажусь. Надо же ещё одеться. Надо ещё раньше вставать. Буду сейчас уже, показываю вам людей вот этих приятных. Мамочек. Такой мусор, посмотрите. Вот эти шишки падают сверху. А, я ж под ёлкой, поэтому и падают. Под неудачным деревом я присела. Скучать здесь некогда. Надо ценить, мои дорогие, каждую минуту своей жизни. Даже вот потому что я сижу здесь, я настолько благодарна Вселенной. и я знаю, что она ответит мне благодарностью ещё больше, взаимностью. Да, может быть, я хотелось бы сейчас оказаться в отеле, в таком дорогом. Я знаю, что это будет. Здесь какие-то другие проблемы, другие планы есть. И это тоже будет, ведь у меня вся жизнь впереди. Ещё 50 лет мне надо прожить. Ну, всё, всё. Буду собираться. Всем хорошего дня. Кстати, сегодня у нас такая конференция. В 4 часа я должна делать прямой эфир, трансляцию, ручьё. Ну, как у меня очень большая ответственность и у компаний. Также я транслирую все наши собрания и смотрят их миллионы людей. Поэтому я должна сейчас очень много чего делать. С утра я, кстати, встала, после йоги перемыла все полы, пыль повытирала. И только тогда ушла. А моя голубка сидит на двух яйцах. Вчера у неё посмотрела, два яйца было. Многие говорят, нельзя. Ну, что делать? Она сидит, ничего не делает плохого. Это не голуби, это какие-то поменьше голубей. По-моему, птичка. Если будет возможность, я её сниму, вам покажу. Посмотрите, какой я себе праздник устроила. Сорвала такие красивые цветы. Смотрите. Это бугенвилля, кажется. Я в цветах не разбираюсь, в каком смысле. Не запоминаю их. Ну, посмотрите, какая красота, девочки. Сейчас поставлю в вазочку. Сделала себе самопраздник. Вот нажарила себе котлет. Буду сейчас котлеты есть. Мои баклажаны. Салат сделала красивый. Эндер пошёл гулять. А я буду сейчас кушать. Буду кушать сама. Не буду его дожидаться, потому что уже на полвосьмого он говорит, я пойду погуляю. У нас была конференция. И я делала трансляцию. Так интернет меня подвёл. Очень перенервничала. Несколько раз было отключение. И иссякли мои силы. И тут бегала, и бельё вешала. Готовить-то есть сегодня. Я вчера готовила такую еду, поэтому готовить сегодня не буду. Но прямо хочется, чтобы мозг отдохнул. Что запланировала, много чего не сделала, не успела. Наверное, надо дать себе перерыв. Ещё завтра, последний день. Что буду я кушать? Буду ждать Ашкыма. Вы меня спрашивали, расскажите там о своей диете, как я похудела. Расскажу, друзья, обязательно. Посмотрим, может, в этом видео, может, в следующем видео. Обязательно поделюсь с вами секретом. Всем привет, друзья мои! Смотрите, что я делаю. Я вышла на балкон. Занималась своими делами. Она, как всегда, испугалась. Улетела и думаю, посмотрю-ка я, как дела у моей птички. Вот я приготовила ей рис. Водичку поставлю и цветок переставила. Такая чистенькая, вообще не какает, ничего. Я очень ей довольна. Это не голубь, а какая-то разновидность голуба. Видно, поменьше. Хорошая девочка. Вот я поправила яичко. Пускай высиживает она, такое гнездо сделала. Только пугливая, конечно. Но посмотрим, покушает или нет. А нам привезли наши коврики. Сейчас я пока не буду выкладывать их. Попозже чуть-чуть, потому что пока еще прохладно. Мы не сидим на балконах. Вот такой у нас воскресный день. Тишина почти вокруг. Ну, в парке есть детки некоторые, некоторые. Я хочу сегодня пожарить курицу на гриле, на соли. Сейчас Ашкен пойдет, купит. Потому что мне некогда. У нас у меня очень занято. И готовить. Стоять на кухне, да, уже хочется расслабиться в выходной день. Сейчас я вам покажу, какая курочка у меня получилась. Как я вам уже говорила, я приготовила ее на соли. Такой удобный способ. Посмотрите. Весь жир ушел на соль. Сейчас приготовлю салатик. И будем обедать с Ашкеном или ужинать. Новостей, как таковых, у меня никаких нету. Помила цветочки свои. Покормила голубку. Не знаю, покушает она или нет. Помыла на той стороне балкон. Как раз вот воскресенье дает возможность заняться какими-то своими делами. Когда не выходишь из дома. Когда чувствуешь себя некомфортно. Кстати, я вчера тоже не выходила. Ашкен чувствую себя нормально. Как-то пытался меня уговорить даже на прививку. Но я ни в коем случае не воздаюсь. А вот и моя красавица. Еще можно, в принципе, ее запечь. Ну, достаточно. Я думаю, что она будет готова. Сейчас ножом проверю. Приготовила я все. А мой муж решил пойти за хлебом. Не хочет он есть старый хлеб. Ой, накрошила я здесь. Вот такая курочка вышла. Запекайте так. Она такая полезная. Во-первых, смотрите. Она так пропекается. Такая диетическая. Обалдеть. Я такая голодная. Я люблю попку. А вы? Ашкен не любит попку. В общем, жду его. Будем садиться кушать. Друзья мои, смотрим сейчас Ашкема футбол. 2-1, Швеция, Турция. Наконец-то забили второй, первый гол они. Как мой муж нервничает. Так нервничает. Такие у нас тут нервы. Короче, на нервах захотелось нам сладенькое. Домашний торт. Намазала шоколадом и вот пожарила. А что делать? Надо хочется себя побаловать. Сто лет я не ела такое. Как бурек. Пропустили. Он такой болельщик. У меня весь дом кричит. Но пускай, когда кричит человек, негатив выпускает. Будем сейчас чай пить. Болели мы, болеем за Турцию. Вот так у нас прошел воскресный день. Поели, попили и спать пляжем. Голи чамы кьют, голи. Голи едут, голь. Как плохо играют. Третью игру проигрывают. Швеция команда. Посмотрим, чем закончится футбольный матч.